Дорогие мои друзья, гости канала, все мы любим у себя сажать зелень и вас призываю я делать уплотненные посадки для того, чтобы совмещать полезное с приятным, можно сказать. Вот у меня здесь чеснок посажен и сами знаете, ну между чесноком мы делаем там 10-15 сантиметров между рядками. И туда можно посадить сейчас прекрасно этот салат, который уже на 40-45 дней мы можем уже его убирать. То есть он не повредит чесноку, а чеснок никак не повредит нашему прекрасному салату. То есть мало того, что они друг друга будут, можно сказать, дополнять, чеснок не даст огромному количеству там слизней, и все равно их меньше на чесноке, чем, к примеру, на пустую грядку, где вы посадите вот этот салат. Этот или другой, я уж так просто говорю. У меня вот витаминный салат от фирмы Поиск. Вот кто-то свой сажает и посажена рукола. Рукола вообще через 30 дней мы его берем. То есть благодаря вот этой уплотненной посадке, вот между уже посаженной, видите, у меня сегодня посадила, у нас сегодня 11 апреля, вот, посадила салат и руколу. И она прекрасно через какое-то время взойдет. И, естественно, в конце мая здесь уже будет благодатная почта только для выращивания чеснока. Вот не надо лишнюю грядку, не надо лишних каких-то телодвижений, потому что грядка у вас под чесноком все равно она была перекопана, вскопана, вот, и даже удобрена. Хотя, как бы, удобрять зеленые у нас такие салаты и салаты, там, рукола, конечно, не надо. Но это было все осенью. То есть просто плодородная будет почва. Так что делаем уплотненные грядочки, через месяц мы все это уберем, и никто никому не помешает. Так что все просто, не надо отдельную грядку, будет вкусно. Во-первых, будет очень красиво у вас на грядке. Вот, и, конечно, эстетика тоже нужна в нашем садоводческом, можно сказать, обществе. Так что вот, давайте сажайте у всех чеснок. Он у меня еще тоже, что-нибудь туда между рядами еще посажу. И до конца мая все это у меня уберется, и буду только наслаждаться ростом моего чесночка. И до конца мая все это у меня уберется.